МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь вечера в Украине. Начинаем подробности, чтобы вы узнали главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Читаем между цифр. Вместо депутатов проанализируем бюджет, принятый ночью. Принуждение к обследованию. В ГПО объяснили, зачем снова пришли за Корбана. Утомленные Айдаром. Почему жители Каланчака восстали против участников гражданской блокады Крыма? Обо всем этом узнаете из выпуска. А вот после подробностей не пропустите последний в этом году выпуск ток-шоу «Черное зеркало». Праздничным этот выпуск получится вряд ли. Слишком уж неутешительные темы будут сегодня обсуждаться. Например, итоги года, события последней недели. Но вот интересным он будет обязательно. Кстати, одна из главных тем черного зеркала, заглавная и в нашем выпуске, это бюджетное дежавю. Похоже, принимать смету страны под покровом ночи становится уже традицией. В прошлом году, помните, в полпятого утра, в этом в четыре. Народные депутаты почти сутки томились в парламенте в ожидании проекта бюджета, а потом за какой-то час успели обсудить доходы с расходами, определив, на что и как жить в стране. Но поняли ли сами избранники, за что голосовали? О перипетиях в ночном парламенте Екатерина Лысенко. На часах 11 вечера перед парламентом оживленно постоянно подъезжают машины. Пустые кулуары потихоньку заполняют депутаты, сменив костюмы на джинсы. Я только встег поехать домой, переодягнуться и вернуться. Я не следовал, что делалось на Кабмине, на жаль. Что с проектом бюджета, не знает никто. Министров нет. Но как только зал заполняют нардепы, на голосование ставят законопроекты, совершенно не связанные со сметой. Это чтобы избранники не разбежались. После полуночи в сессионном зале появился министр финансов. Это значит, что Кабмин наконец свел смету. Теперь очередь за бюджетным комитетом, который собирается только к часу ночи. Говорят, там просто бои за цифры. Говорят, что держать зал уже невозможно. Что нужно двигаться с бюджетного, это мы с бюджетного, отстоявши позиции по МЗС, начали уже ехать сюда. А тут уже оголосили черговую перерыву. Нет, это не радует и с морем берут. Это, понимаете, ситуация такая, что нам необходимо принять этот бюджет до Нового года с тем, чтобы обеспечить выполнение своих обязанностей перед МВФ. Голосовать устали, в зале перерыв. Кто-то уже спит, кто-то есть конфеты, кто-то жалуется, бюджета нет. В системе Рада – сбой. Нужно принять решение. Мы уже в 25 грудня. Порядок день у нас на 24 грудня. Система у нас работает на 24 грудня. После очередного перерыва собрать нардепов удалось только к трём ночи, когда на трибуну вышла уставшая министр финансов. Дорогие народные депутаты, проект государственного бюджета Украины на 2016, доопрацованный с урахованием принятих изменений до податкового кодекса. Отчёт Минфина занимает пару минут. Проект бюджета роздан. Мардеп комментирует то, что успели изучить. Сейчас ночью вы хотите за него голосовать. За бюджет, в котором на 5 долларов, я хочу обратить ваше внимание, на 5 долларов повышается минимальная заработная плата. Великое вопрос проведения всеукраинского фестиваля патриотичной песни «Будь вольным». 24 миллиона гривен або миллион доларей. Мы, народные депутаты, готовы принимать участие в кастинге на этот фестиваль. И спевать самим, честно говоря. Я категорично поддерживаю вашу позицию, что спевать можно и без грошей. А что стало с этого года? Почему мы снова голосуем о четверти ранку? Что нам заважает провести нормальное обговорение? В прошлом году мы обещали не принимать бюджет о пятом ранку. Мы выполнили свою обещанку. Мы принимаем бюджет о пятом четвертое. Но до полчетвертого, своё мнение, успевают высказать только депутаты. Вердикт профильного комитета проголосовать за документ справками, внесёнными буквально на коленке. Запропоновано внести изменения до некоторых показников. В частности, увеличение на 100 миллионов гривен выдатки в Министерство закордонных справ, шляхом уменьшения на такую сумму выдатки в Министерство обороны. Всё, что успели проанализировать во фракциях, нардепы озвучивают с трибуны. Наша держава должна выйти в следующий год с бюджетом. Бюджетом, который поддерживается наша обороноздательность. За принятие бюджета выступает и пропремьерская фракция, и блок Порошенко. Неожиданно решают голосовать и радикалы, в то время как две фракции и коалиции отказываются на отрез. Залишается отсутность индексации пенсии и заработных плат при инфляции в 46%. Залишается тут недофинансование Министерства обороны под час войны минус 8,2%. Объединение самопомощи не может проголосовать за этот бюджет. Оппозиция тоже решает не давать голосов за смету. Главная проблема этого бюджета – это проблема пенсионеров. Потому что нет достаточно денег в бюджете для индексации пенсии. При инфляции 80% была только 12% индексация. В итоге обсуждали главный финансовый документ. Чуть больше часа в 4.05 принялись голосовать. С силами двух депутатских групп, вне фракционных и части коалиции бюджет все же приняли. С оговоркой, что после праздников его снова будут изменять. Мы сделаем все, чтобы обеспечить стратегический развитие нашей страны. И еще одна речь, которая очень важна. Прошу всех остаться на своих местах. На местах нардепов попросили остаться, чтобы перенести начало рабочего дня пятницы на полдень. Все-таки за окном светало. И в зале понимали – утром депутаты не придут. Екатерина Лысенко, Максим Чеблин. Подробности – телеканал Индор. Выспаться депутатам, видимо, не удалось. Ведь сегодня с работой не сложилось. Сонные народные избранники в сессионном зале только зарегистрировались. Но зато в куларах, очнувшись после бюджетной ночи, начали анализировать, что же все-таки напринимали. И кто за это будет нести ответственность. Раду после бурной ночи видела Ольга Рыцарь. После бурной ночи в парламенте депутаты сходятся к обеду. И хотя зарегистрировались 179 нардепов, в зале их несколько десятков. Нас не зобовязывает, чтобы у нас была большинство от склада. Мы можем распочинать нашу работу. Ни одного вопроса в повестке дня. Ради приличия просто зачитывали депутатские запросы. А в кулуарах обсуждают, что все же напринимали под покровом ночи. И главное, как? Уряд не просто взорвав бюджетный процесс. Уряд просто потоптався по всіх процедурах. Вчора парламент был в очередной раз поставлен на растяжку, а все граждане увидели шоу, шоу с приняттем бюджета. Например, таким образом можно у порушения Конституции оподатковать пенсии? На сегодня фракции опозиционного блоку остаточного бюджета с усіма дебатками вообще нет. У меня возникает вопрос, как коалиция может голосовать за то, что не видели и что не анализовали. Фракция опозиционного блоку на сегодня похвалила решение про то, что мы проанализуем то, что было проголосовано после того, как получаем текст бюджета. После того, что мы подготовим уже на первые дни сечня, на первые пленарные дни сечня, свои пропозиции щодо изменения бюджета. Зокрема, защищение социально незахищенных верст населения. Те, кто голосовал за бюджет, как мантру повторяют, бюджет хороший. На науку, образование и медицину денег не нашли. Их будут выделять в ручном режиме, если хватит. А вот зарплату депутатам увеличили втрое. И на содержание Кабмина выделили почти миллиард. А еще, чтобы жить стало веселее, только на патриотическую песню выделили 25 миллионов. И так почти 100 миллиардов неэффективных расходов посчитали в самопомощи. Я бы этот бюджет назвал бюджетом песни. Когда районные лекарды не имеют за что купить адреналин ампульный, а кто-то вытрачает гроши 25 миллионов на песенный фестиваль, то это правда бюджет песни. Депутаты могут инициировать изменения в любом случае. На то и есть депутаты, чтобы они анализовали документы, помогали коалиционному уряду, если какие-то прикрытия, ошибки были в этом документе, то их выправляют. На обещанное повышение соцстандартов денег нет, уверен Виктор Панзенек. Он хоть и в блоке Петра Порошенко за бюджет не голосовал. Экономика выросла на 2%, инфляция на 12%. Если посмотреть динамику доходов, доходы выросли почти на 30%. Уже что-то не играет. Будет так, как в этом году. А прогадайте в этом году. Когда подавался бюджет приблизительно этот час, в нем была закладена такая же инфляция, 12%. А по факту мы имеем 46%. Вот, к примеру, как покрывается потом дисбаланс бюджету. Но это такой дисбаланс руйнует страну. Он приведет к зубовжению людей. За бюджет категорически отказалась голосовать оппозиция. Этой ночью состоялась великая победа украинского парламента над украинским народом. Наконец им удалось то, что они хотели, для чего, наверное, они пришли в этот парламент. Уничтожить всякую возможность человеку выжить в следующем году. Каждый человек, который не ворует в нашей стране, отныне находится за гранью бедности. Никакой перспективы, даже выжить теории у нас не существует на следующий год. Три партии проголосовали честно. Свобода, Батьковщина и оппозиционный блок. У нас с ними разные взгляды на жизнь, но они вчера были честными в зале. Вот эти три партии имеют право на существование. Остальные предатели украинского народа. Николай Томенко и вовсе заявил. Ему стыдно за такую коалицию. Он покидает ее ряды, а заодно и блок Петра Порошенко. Вчера створена, на мою думку, новая коалиция на поддержку третьего термина премьерства Арсения Яценюка. Она складывается с блоком Петра Порошенко, Народного фронта, радикальной упадки Ляшка. Поэтому я сегодня написал заяву про выход из фракции блока Петра Порошенко, оскільки я не можу не стаю поведальний за новую правоорядовую коалицию. Чуть позже на этот Димаш отреагировал нардеп от Народного фронта Антон Герайщенко и пригрозил Томенко потери депутатского мадата из-за несогласия с позицией фракции. На этом и разошлись каникулы у депутатов до 22 января. Оправки в бюджет решили вносить где-то к весне. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Евгений Каминский, Сергей Коваль. Подробности в телеканал Интер. А вот Кабмин проснулся ближе к вечеру и решил собраться на внеочередное заседание. Закончилось оно не так давно. Что не терпелось обсудить министрам, знает Ирина Романова. На вечернее внеочередное заседание правительство собралось ради принятого ночью бюджета. Премьер поблагодарил те коалиционные фракции, которые поддержали смету на следующий год и пожурил тех, кто не проголосовал. Также он предупредил, что утвержденные цифры еще будут сверяться в профильных комитетах и министерствах. А также впереди правительство ждут непростые международные переговоры. Необходимо будет проводить непростые перемоги с нашими международными партнерами для того, чтобы и надалее отримовать финансовую поддержку. Будут соответствующие изменения и до бюджетного законодавства, и до самого бюджета. А новости, которые ждут украинцев в новом году, рассказал министру юстиции Павел Петренко. С 1 января, заверил он, предпринимателям зарегистрировать свой бизнес станет проще. С 1 сентября 2016 года была запровадена система экстерриториальности и максимально спрощенного порядка подания документов простым украинцам подчас отримания сервиса для регистрации бизнеса и нерухомости. Также премьер заявил, что правительство уже готовит план работы на следующий год и обещанные реформы не заставят себя ждать. Ирина Романова, Сергей Килимник, подробности, телеканал Интер. Итак, чем же гордится Кабмин и из-за чего негодует оппозиция? Вот некоторые цифры бюджета. Экономический рост составит 2%, а инфляция 12%. Курс доллара Минфин рассчитал в пределах 24,5 гривен. Дефицит бюджета почти 84 миллиарда гривен. Что касается минимальной зарплаты и прожиточного минимума, то эти показатели вырастут трижды за год. Правда, прибавку в своих кошельках украинцы вряд ли ощутят. Все съест инфляция. Наполнять бюджет правительство планирует за счет акцизов. Они возрастут в два раза по сравнению с прошлым годом. А расходы на обслуживание госдолга составят 86% от ВВП. Вот что в отношении принятого бюджета думают эксперты. По большому счету для людей это по-прежнему будет тяжелый бюджет. Я не могу его назвать социально ориентированным. Для бизнеса он тоже тяжелый. Потому что бизнес большого облегчения в плане налогов не почувствуют. Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину 20 января. Об этом сообщил глава фискальной службы Роман Насиров. Рассказал, визит продлится две недели. По словам министра финансов Украины Натальи Яресько, МВФ проверит принятый бюджет на 2016-й, налоговые изменения и предложения нардепов в части финансового плана страны. Проверкой бюджета его анализом уже сегодня займутся эксперты и гости Черного зеркала. Обсудим, что собой представляет этот документ. Бюджет реформ или выживание? Или просто уступка МВФ? Чьи интересы представляет? Почему его еще до рождения назвали бюджетом коррупции? Не пропустите эфир программы сразу после подробностей. Снова задержан. Накануне поздно вечером Генпрокуратура и СБУ решили справиться о состоянии здоровья Геннадия Корбана. Выяснять самочувствие политика сочлится лесообразным в столице. Где сейчас Корбан и что заставило силовиков беспокоиться о его состоянии? Подробности выясняли наши корреспонденты. В дом к Геннадию Корбану на улицу Шаумяна 13 в Днепропетровске микроавтобусы с бойцами спецподразделения подъехали вчера около 10 вечера. Представители ГПУ вручили Корбану решение о принудительном медобследовании. Усадили в скорую и увезли в Киев. Адвокаты Корбана традиционно назвали это похищением. Но в Киеве Корбана доставили сначала в госпиталь СБУ, а потом в столичное бюро судмедэкспертиз. В Генпрокуратуре подозревают, Корбан намеренно затягивает дело и фальсифицирует диагноз. От экспертиз уклонялся. В ожидании экспертизы Корбан изредка появлялся на улице. Но комментариев не давал. Затем из госпиталя СБУ Корбан едет в институт Амосова. Как говорят адвокаты, уже добровольно. Здесь его ждет консилиум врачей. Пока работают медики, у следователя появилось новое ходатайство о взятии Корбана под стражу. Срок его пребывания под домашним арестом истекает 31 декабря. Ирина Исаченко, Ярослав Кречко, Наталья Грещенко. Подробности телеканал Интер. Что будет с Корбаном дальше, сейчас должен решить Днепровский суд столицы. Там могут изменить меру пресечения лидеру Укропа. Все последние новости оттуда узнаем у Аллы Матюшок. Она с нами на связи. Алла, я тебя приветствую. Что тебе удалось узнать на эту минуту? Не отправится ли после этого заседания Корбан снова за решетку? Добрый вечер, Алексей. Заседание суда по делу Корбана началось в 18.00. Но из-за того, что сам подозреваемый не явился, его сразу же перенесли на полдевятого. То есть оно должно начаться через несколько минут. Хотя сами адвокаты нам сообщили, их подопечный Корбан не приедет. Они утверждают, именно в эти минуты его оперируют. Напомню, 31 декабря, прямо под Новый год, истекает срок содержания Корбана под домашним арестом. Следователи Генпрокуратуры требуют изменить меру пресечения и взять его под стражу. Его обвиняют в хищении государственных средств и средств общественной организации. Возьмут ли Корбана под стражу или продлят срок домашнего ареста? И вообще, чем закончится сегодняшнее заседание? Я вижу, что усилена охрана райсуда. Сюда приехал целый автобус милиции. Мы расскажем уже завтра. Алексей? Ну а прямо сейчас, Алла, мы можем проверить слова адвокатов по поводу, оперируют Корбана или нет. Тебе спасибо за работу. Это была Алла Матюшок. А что происходит в клинике, куда госпитализировали Корбана, узнаем у другого моего коллеги, Ярослава Кречко. Слава, я тебя приветствую. Что с Корбаном? Что ты знаешь? Действительно ли он находится на операции? Добрый вечер, Алексей. По последней информации о коронарографии у Геннадия Корбана уже провели. Коронарография – это не операция, а достаточно простое обследование сосудов сердца. Каким будет лечение дальше, решает консилиум врачей. Он заседает в эти минуты. Я скажу, что информация о диагнозе, которая у нас есть, она от адвокатов и достаточно односторонняя. Врачи после процедур состояния здоровья Корбана не комментировали. Сейчас известно одно – он госпитализирован для дообследования и эту ночь проведет в институте Амосова. Алексей. Ну что ж, будем дальше следить за развитием этой истории. Спасибо, Слава, за работу. На связи с подробностями был Ярослав Кречко. В Харькове крупную строительную фирму подозревают в растрате имущества. При этом городские депутаты на последней сессии выделили им почти 50 гектаров земли под застройку бесплатно. Откуда такая любовь? Узнавали наши корреспонденты. Жилстрой-1 – одна из крупнейших строительных компаний в городе. Каждый год сдает по несколько новых многоэтажек. Недавно в интернете появилась информация – строители фигурируют в свежем уголовном производстве о растрате. Речь идет о 230 миллионах гривен, которые они якобы получили на реконструкцию парка Горького. По версии следствия, часть этой суммы ушла на счета четырех фирм. Через время те просто прекратили свое существование. Теперь следователи проверят все документы компании. Хотя в ее юридическом отделе нас заверили, что первый раз об этом слышат. У нас такой информации нет в юротделе. Поэтому я вам по этому вопросу ничем не могу сказать. Уголовное производство не помешало депутатам, а в Харьковском горсовете абсолютное большинство у партии Ведроджиня выделить компании почти 50 гектаров земли под строительство. Бесплатно. К слову, глава правления Жилстроя-1 Александр Харченко – член исполкома горсовета. И вот как комментирует мэр. Он построил полгорода Харькова. Полгорода Харькова. Может, вы живете в том доме, который построил его трест. Не надо испытывать здесь на прочность систему, я подчеркиваю, систему управления городом. Представители самопомича уверяют, по таким схемам выделяют не только участки под многоквартирные дома, но и участки в рекреационной зоне под частную застройку. Теперь планируют проверить все так называемые жилищно-строительные кооперативы. Есть также кооперативы, которые созданы при участии Жилстроя-1 или прослеживается прямая связь между учредителями этих кооперативов и учредителями Жилстроя. На вопросы журналистов по поводу выделения его трест у земельного участка сам Харченко отвечает уклончиво. Мол, строят социальное жилье, квартиры у них самые дешевые в городе. Закон не нарушают, а в условиях кризиса льготное получение земли – единственный выход, чтобы городские стройки не остановились. Вы увидели, что это тоже можно делать об этом сюжет и гораздо более интересный. О том, что застройщиков, когда был бум, когда было, было их, ну, наверное, в автобус не усадишь. И все такие опытные, умные, все остались, уже единицы остались. Это достаточно сложная ситуация. И охочих, там где-то площадка или еще что-то, я вам скажу, не особенное. Депутаты от Самопомничи все же надеются доказать незаконность земельных дел в суде. Посчитали, от продажи 50 гектаров Харьков мог бы получить 125 миллионов гривен сразу. Обычно такую сумму город зарабатывает на земельных торгах за два года. Екатерина Марченко, Олег Святин. Подробности – телеканал «Интер». Боевики снова бьют из тяжелой артиллерии по оппозициям военных. Семь ракет из установки «Град Партизан» разорвались под Красногоровкой. Одновременно под Марьинкой противник открыл огонь из минометов и пытался прорваться в тыл армейцев. Подробнее Ирина Баглай. Объявление о двустороннем перемирии боевики под Марьинкой приняли как приказ открыть огонь. Соккупированных Старомихайловки-Александровки ударили из «Града» в «Партизан». Их легче скрыть от наблюдателей, говорят наши военные, а вреда столько же, как и от реактивных установок. Одновременно били из запрещенных минометов. Что интересно, не слышать почти совсем выхода минометов. То есть, слышим уже прилет. Затем сразу же в тыл к армейцам пыталась зайти вражеская диверсионная группа. Местные же, по всей видимости, и предупредили лазутчиков, предполагают военные. И противник успел отступить. Нейтральная полоса или серая зона и брошенные дома. Для боевиков – плацдарм. В нескольких сотнях метров от позиции наших солдат враги обустраивают свои укрытия, а также место для снайпера. Самое тяжелое время для военных здесь – ночь. Уже в 4 часа вечера вокруг тьма. И если боевики вооружены современными российскими прицелами, то наши ребята даже не смеют мечтать о таком снаряжении. Мне не нужен дорогой. Мы можем есть с нашей сеткой простые прицелы. Они приблизительно около 80 тысяч гривен стоят. До 400 метров ночного видения. Теплых не нужен. Мы будем очень благодарны, если есть такая возможность туда. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности – телеканал Интер. До 28 января под домашним арестом. Такое решение в отношении директора библиотеки украинской литературы в Москве несколько часов назад вынес Пресненский суд города. Там продлили меру пресечения по уголовному делу об экстремизме. Судья Евгений Найденов, в прошлом, к слову, гособвинитель по первому делу Михаила Ходорковского, запретил с шириной пользоваться мобильным телефоном, отправлять и получать корреспонденцию, а также посещать лечащего врача. Вот как прокомментировали ситуацию с библиотекой в украинском МИДе. МЗС Украины из стурбованности спостерегает за ситуацией навколо спроб сгортания деятельности государственной установки культуры, города Москва, библиотека украинской литературы. Ситуацию прокомментировали и в Кремле. Владимир Путин сказал, что впервые слышит о Борисе Шарина и пообещал разобраться в деле директора библиотеки украинской литературы, но считает, что книгохранилище следует. Утомленные противостоянием. Сегодня в Каланчаке митинговали против участников гражданской блокады Крыма. Чем недовольны протестующие? Узайму Кирилла Ющишина. На митинг против бесчистств участников гражданской блокады Крыма собралось около сотни жителей Каланчака. В основном мужчины, фермеры, ветераны Афганистана и демобилизованные участники АТО. Говорят, бойцы Айдара после дежурства на блокпосту приезжают в поселок, пьют и дебоширят. Я, как офицер, с этим встречался. Когда были мы на передку, то, соответственно, хлопцы друг за другом смотрели, и никаких вживаний, алкоголя таких сильных не было. А когда в тело вводят, пьют, бездельят. Местные решили сформировать отряды самообороны, чтобы давать отпор работникам. Мы будем дежурить везде, по всех селах. Фермеры, афганцы, и все. И хай только кого тронуть у него оружие. Мы наведем порядок. Мовчки. Побачьте я. Побачьте я. Очень просто. Очень просто. Будем поступать так, как они поступают с нами. Их нужно посадить, потому что, вы видите, сегодня они хлопцы того побили. Завтра могу мою додоньку возьмут из насилования. Самый неприятный эпизод конфликта между жителями Каланчака и айдаровцами драка в местном баре. Тогда пострадало пятеро парней. Одного из них, солдата морпеха, ранили в живот. А через неделю эти же айдаровцы избили собственников бара. На улице Пионерской побили и человека. Человеку там трошки понадавали. Так, по-мужски, а я не знаю, чем палкой битой, чем побили локтевый сустав. В полиции открыто восемь уголовных производств, в которых участники блокады фигурируют как подозреваемые. Данные проважения объединены в одно. Они переданы в областной аппарат, в следственное управление, где проводятся все следственные действия. Люди по всем преступлениям установлены, по телесным повреждениям, по грабежам. И хотя преступления расследуют уже не первую неделю, никто не задержан. Командиры скандального блокпоста уверяют, в большинстве случаев их парни невиновны. Дескать, это местные бандиты надевают форму с нашивками добровольческих батальонов. Но если вина айдаровцев будет доказана, обещают отдать их под суд. Вот если он виноват, мы его сдаем в следствие, он будет давать показания. Никуда, ни один человек от правосудия не уйдет. В отряд Каланчакской самообороны прямо на митинге записалось несколько десятков мужчин. Обещаниям руководства блокады наказать виновных они не верят. Патрулированию планируют приступить уже сегодня вечером. Кирилл Ющишин, Баграновинов, подробности, телеканал Интер, Херсонская область. Больше подробностей далее. Вот что узнаете из второй части. Браслет или наручники? Дадут ли судьи вольную второму подозреваемому в деле Бузины? Пьяные виражи. Как львовский гаишник лихачил под градусом? Войны в тылу. Зачем участники АТО вышли к Черновицкой обл. администрации? В Киеве закончилось очередное слушание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины. В апелляционном суде решали отпускать или под домашний арест второго подозреваемого Андрея Медведько. Сегодня судьи слушали аудио и видеопоказания. Свидетели по делу длилось заседание около 7 часов. В итоге суд перенес рассмотрение апелляции. Соберутся снова 30 декабря. Напомню, 16 апреля Бузину застрелили у подъезда собственного дома. В убийстве подозревают Андрея Медведько и Дениса Полищука. Последнего уже отпустили под круглосуточный домашний арест. Сегодня уже нет абсолютно никаких подставов держать меня под вартою. Допыт свидетелей, которые сразу в четырех подтверждают мои алиби. Доказов моих вины вообще нет. Сторона защита в свою очередь делает все, надавая доказы, прослушивая звукозаписы, переглядывая видео. Но это зависит только от суда, от их объективности и всесторонности. Конечно, надея есть всегда. В этом месяце закончилась люстрационная проверка украинских судей. Их без малого 8 тысяч человек. Результаты проверок, которые длились целый год после вступления в силу закона об очищении власти, обсуждали сегодня в Верховном суде Украины. Процедуру прошел и глава суда Ярослав Романюк, и еще без малого пять десятков представителей Верховной судебной инстанции. На пленуме Верховного суда приняли решение отправить представление в Конституционный суд о несоответствиях в люстрационном законе, который нарушают права судей. Это уже не первый запрос КСУ, пока там разъяснений не дают. В целом, насчитывается порядка тысячи исков по спорным моментам закона. Полтысячи дел по ним пока заморожены в судах, нет соответствующего решения Конституционного органа. Закон принятий больше, чем рік тому. 17 апреля минулого року Верховный суд Украины вперше иниціювал таке конституционное подание. В подальшем, в березне, мы внесли второе подание. Сегодня мы внесли уже третье подание. Верховный суд Украины никаким чином не заперечивает против люстрации. Мы не боимся люстрации. И все 46 судей Верховного суду Украины, которые подлягали такой люстрационной проверке, прошли эту люстрационную проверку. И в том числе и я такую люстрационную проверку прошел. И относительно всех нас есть позитивный выяснение, что до нас каких-то претензий и зауважений нет. Дело в том, что в ходе выполнения закона об очищении власти возникла правовая коллизия. Чиновник может быть уволен с должности, если в течение 10 дней не подаст заявку на проведение собственной люстрационной проверки. И это при том, что вина его еще не доказана. По мнению Верховного суда, это может противоречить Конституции. Илюстрационные проверки в органах Жан-Влади триваются уже больше года. Они стоят много, много людей. Тисяч, не одними тысячи людей. Я думаю, уже настала пора Конституционному суду Украины все-таки дать ответ на это вопрос, до которого так прикута увага общества. Если мы действительно хотим быть членами, равноправными членами Европейской общественности, то мы должны поступать цивилизованно. И, используя люстрационные процедуры, мы должны использовать их в такой способ, чтобы выявить виноватых и покарать, но избегать, чтобы безподставно невиноватые не были покараны. В Черновцах участники АТО сегодня пикетировали обладминистрацию. Требовали поменять председателя комиссии по вопросам медобеспечения военнослужащих. Чем все закончилось и прислушались ли к активистам, видела Ольга Паламарюк. Такого количества людей военной форме возле обладминистрации в Черновцах, пожалуй, еще не видели. Митингующие требуют уволить председателя комиссии по вопросам медобеспечения участников АТО. Его назначили на прошлой неделе. Я против головы. Это хороший лекарь, очень много хороших отзывов про него, как про лекаря. Но он главой комиссии не будет по одному простому вопросу, что он ничего не знает про АТО. Аврел Лурошкин меняет членство в партии регионов и кумовство с бывшими депутатами-регионалами. Разъяснить ситуацию активисты требуют от председателя облсовета. Вызывает его на улицу. Бунтян! Бунтян! Но так, никого не дождавшись, митингующие идут в сессионный зал. Депутаты обсуждают там местный бюджет. Где обещанная иллюстрация? Где чистки уладники? Где мои обличия, которые нам обещали? Молодые, прогрессивные? Мы запрали погодженную раду. Это руководители франции. Поработали. Данное питание. Сам Рожка обвинениями в свой адрес, мягко говоря, удивлен. Уходить с должности не собирается. Я не был никогда в партиях региона. Буду я там головой или не буду, я буду на то погодживаться с честью. Крики, ссоры и почти пять часов переговоров. Наконец депутаты решают. При комиссии создадут учредительный совет из активистов. Но те против. И только под конец рабочего дня народные избранники все же избрали нового председателя комиссии. Вопросами медобеспечения военнослужащих теперь будет заниматься участник АТО, хирург Игорь Малышевский. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Во Львове патрульные задержали пьяного инспектора ГАИ. Инцидент произошел этой ночью. Полиция ИСКИ увидели, как водитель на Ланосе совершил разворот через двойную сплошную и попытался скрыться. Нарушителя догнали в 30 километрах от города. В машине обнаружили резиновую дубинку, биту, жилет с надписью ГАИ, а также документы, по которым установили за рулем сотрудник госавтоинспекции. Впрочем, сам он пытался убедить, что является бывшим сотрудником. Пройти алкотест на месте отказался, но дальнейшая экспертиза показала в крови лихача 2,6 промилле алкоголя. Сейчас инспектор отстранен от должности. По факту происшествия в главном управлении нацполиции начали проверку. Враг не полностью вышел из Коминтерного под Мариуполем. Технику вывели, но часть боевиков переоделась в Гражданское и остается в поселке. А спектакль этот устроили для наблюдателей ОБСЕ. Об этом говорят в штабе АТО. Там же сообщили, что соседний поселок Водяное. Боевики обстреляли из минометов. Он тоже находится в серой зоне. Под контроль же Украины полностью вернулись Павлополь и Пищевик. Сегодня там открыли новый пограничный пункт пропуска. Со всеми подробностями Александр Пантелеймонов. Раньше село Пищевик находилось в так называемой серой зоне. Сюда даже иногда заходили боевики и постреливали по нашим позициям. Сейчас сюда вернулась цивилизация. Такого количества гражданских людей и автомобилей здесь уже давно не видели. Вот забор был побитый. Стреляли и там вот за забором может спас и забор немножко спас. Это уже тут поменяли, заменили битые плиты. Вот это вот. А то же побитые плиты были. Александр Андреевич вспоминает, еще недавно над его домом летали вражеские снаряды и мины, а теперь практически под окнами. Настоящий контрольно-пропускной терминал. Вот только не хватает магазина. Давно закрыт и продукты еще не завезли. Правда неподалеку уже оборудовали пункт обогрева. Там и перекусить, и чай, и кофе предложат. Чай, кофе тоже можно людей накормить. Сегодня ночью здесь ночевало 10 человек. Были обогреты, накормлены. Все остались довольны. Довольны и те, кто въезжает на новый пункт пропуска. По три полосы движения в обе стороны. Больше персонала и меньше очереди. Со старым КПП не сравнить. Вскоре сюда пустят транспорт, завезут продукты и откроют магазины. Поселки Павлополь и Пищевик, похоже, полностью вернулись из серой зоны. Александр Пантелеймонов, Александр Данилов и Игорь Щепет. Подробности в телеканал Интер. Уже завтра джихадисты и их семьи начнут покидать пригороды Дамаска. Речь идет о двух тысячах боевиков, которые сели в трех южных районах на окраине сирийской столицы. Вывод боевиков предусмотрен соглашением о частичном перемирии с сирийской армией, достигнутом при посредничестве ООН. Каждому боевику разрешат забрать с собой членов семьи, один чемодан и личное оружие. Перевезут их на автобусах на север страны, в города Мария и Рака. Рака, кстати, считается столицей исламского государства. Немецкие солдаты не будут принимать участие в каких-либо наземных операциях против группировки «Исламское государство». Об этом заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штанмайер. Бундесвер присоединился к военной операции против ИГИЛ в Сирии 10 декабря. Тогда на боевое дежурство вылетели первые разведывательные самолеты «Торнадо». Мандат миссии Бундесвера предварительно ограничен одним годом. На юго-восток США обрушились торнадо, штормы и ливни. Жертвами стихии стали уже как минимум 14 человек. С подробностями наш собственный корреспондент в Америке Тихон Зятко. Погода на Рождество в США далеко не везде рождественская. Но если на восточном побережье непривычно по летнему тепло, то в южных штатах бушует стихия. Торнадо обрушился на Миссисипи, Теннесси и Арканзас, принеся с собой разрушения. Среди жертв к этому часу уже 14 человек. Больше всего погибших в Миссисипи. Как и самый серьезный ущерб, там разрушено более 100 зданий. Власти штата объявили чрезвычайное положение. Впрочем, о масштабе разрушений можно будет говорить не раньше начала следующей недели. Режим чрезвычайного положения ввели и в Теннесси. Там погибли 6 человек. В Арканзасе 18-летняя девушка. На ее дом рухнуло дерево. Ну а на западном побережье США снегопады. В некоторых местах высота снежного покрова достигает 28 сантиметров. Сильнее всего заносит Неваду и Вашингтон, где обычно зимы бесснежные. На ключевых автомагистралях парализованы движения. Как отмечает полиция, количество аварий резко возросло. Синоптики предупреждают, такой сильный снег на западе США будет идти еще несколько дней. Там Рождество, в отличие от восточного побережья, снежное даже слишком. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Как астронавт из космоса звонил вместо жены незнакомке? Удалось ли турецкому президенту спасти самоубийцу? И совет, который может спасти кому-то из вас Новый год. С кем выпить на праздники, если друга рядом нет? Обо всем узнаете далее в нашем обзоре. Кортеж турецкого президента спас от смерти самоубийцу. Мужчина пытался прыгнуть с 64-метрового Босфорского моста. Все попытки полиции его переубедить были безуспешными. Но вдруг, проезжая мимо, бедолагу заметил президент. Попросил охрану остановить автомобиль и подвезти мужчину к нему. Самоубийца был настолько ошарашен, что даже забыл о желании умереть. Президент же пообещал мужчине помочь решить его проблемы. Непраздничный сюрприз преподнесла погода австралийцам на юге-востоке страны. Вдоль излюбленной туристами Великой океанской дороги вовсю бушуют лесные пожары. Уже выгорело около полторы тысячи гектаров леса. Огонь перебросился на жилые дома. И это несмотря на то, что погода в Австралии нынче не особо жаркая. Плюс 27. Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавили рейтинг самых богатых семейных пар в мире. Состояние семьи основателя корпорации Майкрософт оценивает в 86 миллиардов долларов. Пара воспитывает в троих детей. И много денег тратит на благотворительность. На втором месте основатель испанского ретейлера одежды Индитекс Амансио Артега. На третьем американский миллиардер Уоррен Баффетт. Ошибочный привет из космоса. Британскому астронавту Тиму Пику пришлось извиняться за невольный телефонный розыгрыш. Он собирался поздравить близких с Рождеством, но ошибся номером и ошарашил незнакомую женщину вопросом. Привет, это Земля? Тим ожидал, что трубку снимет его жена. За свою ошибку астронавт извинился в Твиттере. Американские ученые обнаружили гормон, который отвечает за тягу к сладкому и алкоголю. FGF-21. Именно он воздействует на рецепторы в мозге и отвечает за желание поесть сладенького или выпить горячительного. Эксперимент ученые проводили на мышах и макаках. Если гормона было недостаточно, то животные не могли остановиться, поедая шоколад. А вот при его переизбытке даже нюхать сладенькое не желали. Робот-собутыльник взорвал интернет-сеть. Стальной дружок легко имитирует движение человека, чокается и выливает содержимое рюмки себе в рот. После употребления у робота на щеках даже появляется румянец. Алкогиборга создал южнокорейский изобретатель. Видео с чокающимся роботом в соцсетях уже набрало более 1 миллиона просмотров. Американские Санта-Клаус, эльфы и олени променяли сани на водные лыжи. От такой смены декораций на пляже города Александрия в штате Вирджиния и дети взрослые были в восторге. Подпортить всем настроение пытался Гринч, похититель Рождества. Но сказочные герои быстро его прогнали. Так что праздник действительно удался. Христиане западного обряда празднуют сегодня Рождество. Как отмечают в Европе, как и существуют традиции и кто их нарушает, расскажет Татьяна Лагунова. Рождество в Европе праздник тихий и семейный. В этот день родственники собираются вместе, чтобы вкусно поесть и пообщаться. Закрыто все, даже продуктовые магазины. Более того, можно полчаса гулять по улицам и не встретить ни души. Впрочем, на одной площади сегодня многолюдно. Святого Петра в Ватикане. Верующие пришли сюда послушать традиционное послание Папы Франциска, городу и миру. Понтифик говорил о религии и политике. Молился, чтобы закончилась война в Сирии и мир больше не сотрясали теракты, подобные парижским. Вспомнил Папой об Украине и минских договоренностях. Пусть Рождество принесет настоящий мир в Украину. Спокойствие людям, которые страдают от последствия конфликта. Вдохновит на готовность выполнять соглашения, которые восстановят согласие во всей стране. О свете и тьме в своем рождественском поздравлении говорила и британская королева. Она обратилась к подданным из Букингемского дворца. Это правда, что миру пришлось противостоять темным моментам в этом году. Но Евангелие от Иоанна содержит стихи о Великой Надежде, которые часто читают на рождественской службе. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Если есть традиции, всегда найдутся и те, кто их нарушает. И далеко не все в Европе отмечали Рождество в тепле, за праздничным столом, слушая обращения и поздравления. Несколько десятков немцев, например, окунулись в озеро, предварительно нарядившись в шапки Санта-Клаусов и подкрепившись к Глинтвейном. Это просто здорово, когда выходишь из воды и от тела идет пар, появляется ощущение радости. Прекрасное ощущение. Тем более, что и погода подыграла в Германии плюс 10. Такого теплого Рождества не было уже давно. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. И уже совсем скоро в эфире Интера ток-шоу «Черное зеркало» с нами на связи ведущий программы Евгений Киселев. Евгений, я рад вас приветствовать. Сегодня праздник и выпуск у нас последний в этом году должен быть, наверное, каким-то он особенным. Но как вам кажется, кроме Рождества и наступающего Нового года, будет ли повод еще хоть с чем-то поздравить украинцев сегодня? Ну, мы поздравим украинцев с тем, что в Новый год они вступают с новым бюджетом, который, как вы знаете, отлично был вчера принят, точнее не вчера, а в ночь со вчера на сегодня. Произошло это в 4 часа утра примерно. И я думаю, что на самом деле эта тема, бюджет и с чем его едят, а точнее с чем мы все его будем есть в будущем году и станет главной темой нашей сегодняшней программы. Потому что, как мне представляется, во всей этой истории про бюджет и про содержательную сторону этого вопроса и про то, как его принимали, как в капле воды отразилось все хорошее и все плохое, что есть в сегодняшней украинской политике. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Спасибо вам за анонс программы. Хорошего эфира. Зрителям напоминаю, ток-шоу «Черное зеркало» стартует уже через несколько минут. С подробностями на сегодня все. Я прощаюсь с вами, как всегда, по пятницам ненадолго. Мне нужно время лишь для того, чтобы перейти в студию «Черного зеркала». Там уже и увидимся. «Черное зеркало» стартует уже через несколько минут.